Глобальный разворот на восток. Сегодня это важная задача для страны, как и такие встречи. В Красноярске свою работу завершает ассоциация «Сибирское соглашение». На ней два дня работала делегация от Алтайского края, губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко. Напомним, Сибирское соглашение – это сотружество регионов, которое помогает сообща решать проблемы сибиряков. Накануне представительство ассоциации открылось в Китае, которое является стратегическим партнером России. У нас с вами очень важная и очень сложная задача. Президент Российской Федерации сферу туризма, внутреннего туризма и сферу гостеприимства возвел в ранг национальных целей развития России. И до 2030 года нам необходимо кратно нарастить наши с вами усилия для того, чтобы люди увидели Россию. По словам Виктора Томенко, с соседними регионами Алтайский край реализует большое количество значимых проектов, среди которых, например, развитие Чуйского тракта. В Красноярске делегации от Алтайского края провели экскурсию по институту гастрономии. Сегодня в этих стенах обучают звезд ресторанного бизнеса, за которыми работодатели следят уже со студенческой скамьи. Совсем скоро институт будет передавать свой опыт будущим шеф-поварам и контролировать образовательные процессы в нескольких городах России. Барнаул присоединится к этой программе в 2025 году. Мы изучили и приняли лучшие образовательные технологии со всего мира, и сейчас эти технологии будем разворачивать в других регионах. Поэтому наша самая главная цель – это влюбить молодежь в нашу индустрию, чтобы они также с полной самоодачей и любовью делали свое дело. Эксперты считают, важно не только обучать людей, но и прилагать все усилия, чтобы они хотели оставаться и работать на малой родине. То, что у нас выстраивается такая система взаимодействия, взаимоотношений и так далее, это очень замечательно для всей Сибири. Одним из элементов миссии нашей региональной, как региона Российской Федерации, является та самая закрепленность территорий отдаленных, порою малонаселенных территорий Сибири, учитывая географию нашей страны. А для этого там надо что-то создавать. Конечно, это могут быть промышленные предприятия, энергетические. Участники встречи обсудили совместные планы работы на следующий год, например, среди предложений и инициативы, связанные с комплексным развитием территорий. Большое внимание сейчас приковано к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так, главы сибирских регионов поддержали инициативу совместными усилиями отремонтировать мемориал в Тверской области, который посвящен подвигу сибиряков в годы войны. Ирина Корчагина, День с толком. Ирина Корчагина, День с толком.